Да ладно, не долбите! Ой, всё-всё-всё-всё-всё! Всё! Дядь Коля убирает траву. Плюс у дядь Коля огородом. Сейчас гуси орут. Отойду сейчас, расскажу. Плюс дядь Коляного огорода. Видите, как чистенько. Кукуруза. Кукуруза, когда мы тоже засаживали свой огород, она получается как... Кукуруза, она растёт высокая, да? И она закрывает землю, и сорняк не растёт. Вот в этом плюс кукурузы, конечно. Но свой минус это убирать её очень трудно, конечно. Вот. Ну, а когда ты вот выращиваешь так вот, как вот мы все остальные выращиваем... С этой стороны соседи тоже плохо. Ну, немного там вот есть кукурузы, выращивали они, а там дальше нет. А потом вот сорняк прёт и прёт и прёт. Труднее убрать огород тоже. Ну, есть свои, короче, плюсы и минусы во всём. Ну, вот. Ну, ничего, потихонечку убирается огород. Вроде бы так нормальненько уже. Здесь мы посадили, мы ездили... Кхм-кхм. Чё-то горло перешёт. Мы ездили тоже. Попали. Саженцы. Вот здесь вот на смородинку. Сейчас не видно потом это всё, когда уже уберётся. Сейчас ветра такие. Меня там, наверное, не слышно, поэтому я ушла. Ой-ой-ой, какой ветер. Сейчас я вот сюда встану. Вот так вот выглядит вся свекла. Сейчас. Вот так. Вот так мы всё закрыли. Почему мы так закрыли? Там тыква. Соседи научились. Соседи точно так же сделали, когда ещё они убрали кукурузу у деть Коля. Они начали всё тут собирать и говорят, лучше вот так закрыть. Мы, говорят, так уже который год пользуемся, а у нас всё сохраняется. Но это для того, у кого нет, допустим, сараев. Вот так вот мы кукурузы. Это получается снизу и сверху. Ну, мы показывали, да, мы снимали, как мы всю тыкву Рушан убирал. Потом застилали мы кукурузой. Сверху опять тыкву. Потом собрали с огорода ещё сверху тыкву. И вот у нас вот всё здесь. Тыкви сверху закрыли. А это просто мы прикрыли, чтобы вот ветер, ветер просто сильный. Видите, какой. Не раздувал ничего. И здесь вот такая вот красота. Сказали, ничего не будет ей, не бойтесь. И тем более у нас живности много. Это всё быстро съестся. У нас здесь тоже, видите, какая гора была. Он уже ничего не осталось. А я что вышла? Я вышла за яйцами. Здесь у нас сидела курица. Я её не трогала. Вон она у нас сколько яиц-то нанесла. Ох, беспредел. Устроила-то, а. Ну, пока они у нас беспризорники, как говорится. Бегают где хотят. Вылетают. Вылетают. Так, там ничего нету. Там ничего нету. Ну-ка, а здесь? Камера могу посмотреть. Что там? Тишина, да? Всё, тишина. Вроде бы больше ничего нет. Здесь тоже гнездо что-то какое-то. Ну, я ничего там не вижу. Вроде бы ничего нет, да? Так посмотрела. Ничего нет. Потом Рушан говорит, они туда, говорит, залазили. Там тоже ничего нет. И всё, тишина. Всё, пошла в курятник. В курятничку капец. Так, а вы наказаны. Вы стоптали всё. Всё, мальчики заливали цемент, и они потоптались, ходили. Вон Рушан идёт в шапке. Рушан, а здесь нож есть? А, вот он нож. Просто у нас зрительница спрашивала, чем отличается сахарная свекла от кормовой свеклы. Давай разрешим сахарную свеклу и кормовую, и покажем, как выглядит. Так, вот это кормовая, да? Это сахарная. Смотрите, вот это сахарная свекла. Вот так вот она выглядит. Сахарная. Давай теперь кормовую возьмём. Бывают сорта разные. Видите, у кормовой. Бывает она вот такая вот розовая, а бывает белая. Это сахарная. А, вот это сахарная? Кормовая, она в первую очередь отличается размерами. Ага. Она, как правило, в два раза больше. Да. Ага. Я в этом году тоже первый раз с этим связываюсь, и поэтому я тоже учусь. Так, Руш, подожди, не запутал. Это сахарная. Вот она кормовая. Да. Она ничем не отличается, гляньте. Ну, получается, здесь единственное, больше колец. Единственное, да. И она единственное, по вкусу, мне кажется, отличается. По цвету. Это сладкая считается. Слегка желтоватая. Вот прям слегонечко желтоватая. Это белая. Ну, можно сказать, и это белая тоже. Вот этим вот. На вкус. Сахарная, она сладкая, да? Сладкая? Я тоже хочу попробовать. Сладкая. Вот ее стоит. Она вообще очень очень сладкая получается. Как конфеты потом есть. Клинцы можно есть. Но сахарную смеклу нельзя давать кормящим животным. Сахарная смекла забивает молочные железы. Аккуратненько. Так что вот так вот. Я тоже еще не могу немножко это... Мне дай сейчас сахарную кормовую, я ее не отмечу. Коля арбузиков собрал. Ну, я, в принципе, одинаковые. Вот смотри. Единственное по размеру. Вот как ты сказал. Ну, здесь тоже есть размерчики маленькие. Ну, вот как ты отличишься. Никак. В принципе, никак. Да, никак. Никак не отличу. А, сахарная смекла на варенье. Ну, да, вот это единственное. Она нехорошо пахнет. Потому что когда поля убирают, где-то она, когда возят ее камазами, где-то срезает, потом начинает гнить, и такой запашок идет. Прям невозможно дышать. Ну, что, я здесь собрала, смотри, пять яиц. Больше я не нашла. Пойду в курятник. Смотри, они вытянутые. Да, это молодая курица, короче, вот, которые у нас цыплятки были. Они уже все начали нестись. Молодняк. Здорово. Это молодняк начал нестись у нас. Так ветрено. Здесь стоишь так хорошо, а туда выходить не хочется. Там сюда просмотрела? Да, я там везде посмотрела. Единственное, знаешь, что меня еще смущает? Вот это место, про которое ты говорил, а если туда рукой немножко залезть? Что-то оно все глубже и глубже уходит, и я не вижу. Нет, нет, нет. Нету? Ну все, так я все посмотрела, нигде нету. Там тоже положила. Да, я посмотрела, ага. Ну, они, как правило, любят такое, потемнее местечку. Ага. Ну все, будем смотреть, как будет все храниться. А может быть, соломой закрыть? Да пока я говорю, минус 2, минус 3, это не страшно. Да, нам сказали, соседи минус 2, минус 3, это, говорит, совсем не страшно для свеклы. Это нормально. Я говорю, что мы свеклу не успевали собирать, а осенью, да, дожди, и мы ждали специально, когда мороз шарахнет, чтобы земля немножко схватилась, и туда они по ночам собирали ее, на тракторе заезжали, собирали эту свеклу, потому что днем невозможно, сыра, грязь была, тракторы вязли, а ночью, когда мороз, само то было, даже по снегу, говорит, мы собирали, ей, говорит, не страшно. Вот тыкве страшно, и то, тыкве страшно в каком смысле, если, допустим, она даже подмерзла, вот, ее потом есть нельзя, но животным, допустим, даже в мороженую, ее можно давать, а когда она оттаивает, она потом начинает гнить, вот этот момент такой. Так, ну, с яким, тыкву мы все с кормим. Ну, да, тыкву мы быстренько с кормим. У нас все животные ее обожают просто. Особенно поросята, куры, марта. Гуси. Все, пошла я там, яйца заберу в курятнике. Там они грязные, наверное. Это наши собачки идут за нами. Давай, давай, побежали, побежали, да, правильно, побежали, побежали. Ой, я прям, это, держу рукой капюшон, прям так холодно. Пойдем соберем с Рушаном. Что у нас здесь? Капец какой-то, да? Занято. Занято, да? Ё-моё, там сколько яиц. А ты, конечно, знаешь, мне так расстелилось, как будто она с вами на яйца садится. Не надо нам на яйца садиться. Сейчас не время на яйца садиться. Потому что сейчас уже холодно. Нам не надо. А, только в одном гнезде, да? Ну, видишь, они все равно сюда залазят, потому что низко. Я вот заходила вечерами, смотрела, они сидят тут на этой перекладине. Они сидят и попы туда, естественно, они туда какают. А почему тогда они все пытаются выше залезть туда? Для них это тоже высота. Понимаешь? А когда был повыше немножко, не так было засрано. Блин, ну ты же, мы же каждый день не можем менять это все. Здесь сидеть в этом курятнике целыми днями. Это надо его как-то повыше поднять будет. Эти гнезды. Переделать как-то их, я не знаю. Это тоже не вариант. Какашка. Что ты сделал? Ты сделал. Это что, это она снесла? Я хотела ее просто показать поближе. Что ты как трусливая? Других показываю нормально. Это все. Что все? Эта курица реально заканчивает нестись, потому что это она снесла. Она сейчас прыгнула и у нее прям вывыривала. Так я ее не заметила, белая какая-то была. Да, не, я заметила, она уже старенькая. Один претендент есть. Давай мне другую корзинку. Да, складывай в эту. Просто помыть их надо. Я потом все поперемою. Ничего страшного. Я приготовлю что-нибудь подобие вафель, допустим, куда там по 5 яиц надо. Ой, какие грязные, да, яйца? Пипец. Мы сейчас даже яйца не продаем, потому что ну не вариант их продать. А вы что здесь стоите ждете? Давай, Роша. Я тоже не видела индюшины яйца. Я гусиные даже не видела яйца. Я утиные только видела, а гусиные нет. Гусиные побольше, они такие как утиные, только побольше. Да? Ой, какие утиные они такие особые были. Да, они какие-то как глянцевые какие-то. Да, такие гусиные. Ага. А где у вас есть? Какие у вас есть? Баклажаны надо тоже собирать. Баклажанчики. Ну ладно, соберем. Смотри, чтобы они за своего теперь это тебе там не покусать. Кисточка. Кисточка. Прям торчит. Ну не видно, не дает. Когда он там... Ага. Да, не нравится. Сотой повесел. Ну все, ладенько. Мы пошли своими делами заниматься. Яйца надо поперемыть. Ой, ой. Какие длинные стали у них. Как это правильно называется? Может кто-то знает, как это правильно называется? Вот этот сопляж-то висит у них. И что ты ко мне подходишь все ближе? У меня бы такая сопляжа не дала. Эй, не надо. Мне бы тоже мешало. Я тебе сейчас устрою. Ты что на меня идешь? Смотри, он на меня идет, а? Все, ладенько. Всем пока. Хорошего настроения. Дня. Я тебе ничего не дам. Отстань от меня. Реально, собачки везде за нами. Куда мы, туда они. Куда мы, туда они. И ходят. И уходишь от них. Они за тобой идут. Видите, идет, идет. Все, идет. Пилотик, ты гулять вышел? Ты мой золотой. Смотри. Смотри.